всех приветствую решил снять ролик на тему скажем так рискану шумевшего интервью олега крицыния на одном из ее каналов мне интересно была реакция собственно говоря ваш мой ролик вот да не скажешь удивил ко всему привод за то время что занимается этим делом ну вот некоторые люди не поняли ну что интервью как интервью ребят если если кто-то мне даст ролик на то как человек который живет за счет рекламы на почве рыбалки в общем и пидро в частности чтобы вот так вот всю изнанку все нюансы рассказал как чуть делать ну лично я такого ролика не видел для чего я вам дал возможность она раскручена для чего дал ссылку на этот ролик чтобы вы устами одного из рекламщиков могли понять как что происходит чему доверять чему не доверять потом не то что удивило да ну очередной раз обалдел от реакции мне кто-то написал что я занимаюсь копанием в грязном белье ребята если грязным белье говорить в этим занимались господа на бурский эквицине и мой тезка я не забываю его фамилию который стал за камерой и там какие-то репети делал я вам дал только ссылку никаким там бельем растительные я не занимался я все дело проходил благодарность не будет это я прекрасно знаю вот на что ну для меня от ничего нового практически там доходы у вот именно рекламщик от фидера невелики это я знал и без квитсинии это не шоу-бизнес его полном понимании это довольно узкая прослойка людей которые занимаются действительно классическим фидером и то что доходы не велики повторюсь я это доказал и без него вам квитсинии рассказал всю технологию всю вот это вот как чего происходит когда он говорит что он не занимается черным пиаром ну собственно говоря никто из этих людей да кто там перечислен ролики черным пиаром не занимается то есть ничего не рассказал плохого про какие-то там изделия грубо говоря да вот меня свое время обвиняли в том что я рекламную волжанку вот я как раз волжанке рассказал то что я узнал успе на форумах да я расскажу как и достоинства так недостатки на пиар вот это не похоже да вот кстати по поводу то что там квитсинии рекламщик ну ребят он был пиар менеджер что такое пиар менеджер собственно говоря рекламщики есть повторюсь я не против рекламы я против рекламы навязчиво и лжи помимо перечисленных в той или иной степени и другие люди занимаются рекламой может не деньги может быть имеет грубо говоря товар за бесплатно по которой расскажут не буду я ли вы делались да повторюсь да если это более менее честный обзор да то ничего плохого в этом нет ну надо понимать ребят вот все то же самое да тем паче если вы там за деньги о чем-то рассказываете вы расскажете о недостатках никто вам рассказывать не будет так оно и можно в разных эпитетах да грубо говоря что-то рекламировать уже вопрос другой и да ну ребят разговор спонтанный сценарий не пишу вот был упомянут господин зимарёв олег я снял в прошлом году ролик который назывался середа всегда словом я собственно я рассказал все то же самое что сказал среда на что можно раз за разом ездить рыбалку ни хрена не поймать ролик снимать надо вот иванович в одном из роликов он спросил виталия колганова сколько раз ты на неделю украсть и неделю ездишь на рыбалку этот ответил что на этой неделе в котором то же самое перед раз неделю я слышал от сергей пузан ребят на это их их работа их работа да вот представьте они с рыбалок не вылезать о чем не раз говорит при этом собственно говоря удачность рыбалка всего ничего это тоже надо понимать так вот вернёмся к зимарёву когда мы с ним были хороших отношениях лично я с ними знаком но мы-то блогеры друг друга практически все знают но в комментариях довольно общались в общем-то тепло вот как так вот как бы не после этого ролика что-то зимарёв сильно на меня обиделся поэтому поверишь ему и так так объяснял целью ролика была не показать что вот эти люди да которые имеют информацию и на основании свежей информации наличие рыбы в определенном месте определенное время приезжают и ловят рыб разговор не о том что они ловить не умеют да о том что понятно что наловить надо обладать определенными знаниями умениями опытом и прочим вот но вот эта информация а свежий свежий формат мальчары бы это углубивающий собственно говоря момент то есть можно от кого-то получить можно и холодом получить еще каким-то макаром там с местными жителями поговорить и так далее суть ролика была вот собственно в этом и моревку до иваныч недопонял но иваныч и объяснил надеюсь что у меня поняла как случае но говоря как общаясь так общаясь зимарёв обиду затою люто снял ролик я кому интересно дам подтверждение дам ссылку на его ролик он не назвал название моего виде канала но назвал мой ролик вредным и в общем-то нас на основе вот этих впечатлений начал рассказывать о своей деятельности да как он там ездит как снимает ролики рассказывал что крыласком часа четыре просидел ни хрена не клевала потом вроде как дело пошло рассказал что он занимается рекламой при этом говорит что не рекламирует плохих товар ребят не знаю что сказать реклама это не значит что вот я дали палку да мне надо и про рекламе я начинаю делать обзор на эту папу совсем нет буквально да ну я эти вещи вижу легко да то есть камера крупным ведом наводится там на палку на катушку на название там на какой-то да да дочек еще на что-то это тоже реклама вот как-то светила на своих роликах говоря крючки маты но я не то что повел сюда я решил проверить на я решил проверить ну купил пару пачек ну 200 рублей и денег я о чем не жалею но попробую крючки гамму то есть мы слишком интересно почему зимареву мне не изменилось вот под его вот этим роликом где он рассказывал эту всю кухню там пара троих человек начали грубо говоря уж извините за время поливать говном меня и зимарев унизился за того что спасибо за поддержку какую поддержку когда хоть слово плохое до этого сказал про зимарев ну вот вот это меня убило да я уже в комментариях обозвал зимарева тем словом которым я о нем думал в общем на одном поле сориен товарищами а трать не сяду я давно подозревался что он человек гневцой но он оказался давно полном шильбе ну дальше же тема такая да там лицене про youtube рассказал про то что youtube развелось это действительно так вот те же пять лет назад когда я этим занимался начал заниматься без малых если включить голову и делать но при желании такого желания я давно узнал что развлекуха нужно народу основной своей массе вот я целенаправленно с самого начала поставил себе две задачи канал информационный по ловле фидерам и бюджетных вначале было поплавок ну вот популяризация и бюджетный фидер бюджетная рыбалка скажем так это было изначально два направления их и держусь развлекать никого не собираюсь у меня виде канала бабло на нем зарабатывать ну чтоб что-то зарабатывать надо тысяч 100 подписчиков у меня их чипятичник бежит причем от с 5 и тема не поднималась пик сегодня кида мне бы подписчиков было гораздо больше повторюсь за подписчиками не держусь причем ну что дают эти пять тысяч подписчиками я смотрю не опасные ролики там в районе 1000 просмотров и собственно говоря падают и просмотра у всех не у меня одного поэтому очень-то особо не переживать ну ребят как-то так да то есть повторяюсь ну любом обзору даже даже у меня на реканале любому обзору к любой рекламе открыт или скрытой кто бы не рекламировал какой там известный неизвестный приятный неприятный прежде чем покупать то что товарищ рекламировал походить по форме почитайте что-то на самом деле потому что вполне возможно да что достоинства вам расскажет о недостатку молчат ну вот земли сайрон где день где не услышишь ну отличная палка на там и дучи и все но вот в комментариях читаю что и собственно с этим эроном проблем хватает никто из тех кто посмотрите палку вам но не рекламирует советует делать обзор ну я так думаю да лучше который делать этот обзор с какой-то целью он у нас оставляя недостаточно если я например там делал обзор тех же удилища кайман я то что в руках держал то что не дали подержать подряд я об этом рассказал отказала о том что сделала грамотность изящно и прочее но я эти палки и я имени ловил я ничего не могу вам сказать по поводу своих ощущений там и впечатления о ловле этой палкой да тем более не могу ничего сказать о том что с этой палкой там будет через какое-то время вот если у меня два года волжанка мастер пикер волжанку оптима и катушка справа крестом очки вот этими вещами я ловлю они у меня в пользование купил свои деньги вот что с ним через два года стало были какие-то проблемы не было каких проблем я об этом рассказываю о том чем я не ловил что я могу рассказать чуть-чуть чего было о чем рассказать ну рассказал вот все надо прошу прощения за спонтанный ролик да может кому-то очередной раз будет интересно меня все все всем пока Субтитры палец